МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире «Городская среда». Мы очень любим все, что нам стоит меньше, чем заявленная цена. Еще больше любим мы то, что нам не стоит ничего. И это не воздух, и не смех друзей. Я говорю о том, что стоит чего-то, но нам достается бесплатно. И ради этого мы готовы часами стоять, в очередях, в автомобильных пробках. И все это ради любви к его величеству халяве. При этом не понимаем, что нас просто покупают, и мы продаемся вместе со всеми нашими нерушимыми принципами. Одна рекламная акция способна поставить нашу столицу буквально с ног на голову. Километровые пробки, потерянное время, застрявшие в потоке машины скорой помощи. Кто-то не успел вовремя попасть домой или завершить рабочие дела. Владельцы автозаправки достигли своей цели. Они говорить будут, но как долго покажет время. А вот они долго будут вспоминать о том, как кишиневцы охотно унижались. Кстати, в Святом Писании сказано, даром получили, даром отдавайте. Но что-то мне подсказывает множество из называющих себя последователями Христа не выразили в этот вечер такого желания даром давать. И заправлялись кишиневцы не для того, чтобы бесплатно развозить тех, кто застрял в километровой пробке в районе, где проходила рекламная акция. Вот и получается, что в споре Кишинев, город для машин или людей, победила наша алчность и любовь к дармовым подаркам. Но вернемся к обсуждению проблем столицы. У нас в гостях муниципальный советник от партии социалистов Александр Одинцов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наш постоянный телезритель, возможно, сейчас скажет, ну опять Одинцов. Но дело в том, что вот так называемые спикеры, вот то, что мы говорим, допустим, тот человек, который представляет организацию, представляет, может быть, какое-то явление, представляет какое-то событие, как правило, одни и те же лица, и это закрепляется. Вот за вами закрепилось такое, будем говорить, ареноме борца с незаконными стройками. Человек, который быстро находит причины тех негативных явлений, которыми мы сталкиваемся ежедневно. Мы живем, кстати, как мне кажется, в страшно негативном городе, в городе, который с его прекрасной историей в сегодняшнем виде представляет абсолютно, так сказать, антипод то, что мы любим говорить средой комфорта. Наш Кишинев сегодня не является средой комфорта. И я вас пригласил в студии именно для того, чтобы мы поговорили о том, каким может быть наш город. И с точки зрения, например, недавно прошедшего события, который в столице, к нам приезжал очень известный урбанист, насколько я помню, датский архитектор, профессионал своего дела, его приглашают в столице, мировые столицы, для того, чтобы изменить логистику жизни этого города, придать ему новое дыхание, изменить пульс, и сделать этот город пригодным для жизни людей, а не для выживания этих людей. Я говорю о Яне Геюле. Он был в нашей столице, провел лекции, вы присутствовали на этой лекции. И один из ведущих урбанистов города что-то предлагает нашему Кишиневу. И что, на ваш взгляд, принципиально отличает его подход к изменению жизни того или иного города, в данном случае нашего главного города страны? Что во главе угла, на ваш взгляд, предлагается? От чего вот кроугольный камень его веры изменения, так сказать, ареала, человеческого ареала под названием город? Станислав, ну, во-первых, большое спасибо за приглашение. Я надеюсь, что я зрителю не надоел. Что касается Яна Геяла. Ян Геял – это знаменитый урбанист, это весь мир. Это человек, который сделал более комфортными, более удобными для проживания такие города, как Мельбурн, Мюнхен, Лондон, Париж, Нью-Йорк. Огромное количество мелких городов, но самое главное, он сделал более удобным центр Москвы. И я рад видеть… То есть, снос вот этих вот надстроек, над переходами, подземными метро, наверное, вот этих огромных киосков и так далее. Я сейчас разъясню более подробно, что имеет в виду Ян Геял. Я был просто так посчастлив в моей жизни. Я был в 2016-м на урбанистическом форуме в Москве и в 2017-м на урбанистическом форуме. Был еще в 2015-м, также в Москве. Вот в 2015-2016-м они заканчивали улицу Цверскую, вот по этому проекту, который был архитектор… Урбанистическим бюро Яна Геяла, он уже вышел на пенсию, но у него работает программная целая команда архитекторов. Смысл в чем заключается? Вот основные идеи, универсальные для всех городов. Первое. Общественного пространства должно быть много. Улицы должны быть не для автомобилистов, они должны быть для прогулки детей, женщин, нам с вами, для того, чтобы мы наслаждались городом, для того, чтобы мы наслаждались красивыми клумбами, деревьями, зеленью, красивыми архитектурными малыми формами, как называется. Есть, то есть, тут такое архитектурно малая форма. Это скамеечки, урны, клумбы, какие-то скульптуры. Мы должны этим наслаждаться. Второй основной принцип заключается в том, в приоритетах. Приоритетах. Сначала приоритет отдается пешеходу, человеку. Потом приоритет отдается велосипедисту. Потом уже идет в конце самое последнее место, оставляется автомобилисту. Вот смотрите, у нас город, все города мира, они изначально приспособлены были под одно количество автомобилей. Так сложилось в том, что развивается автомобильная промышленность, люди приобретают. В Молдавии, в Кищеневе изначально планировалось не более 20 автомобилей на дом. Сейчас у нас 70% от количества квартир. И эта цифра будет вскоре, должна быть увеличена до 100% от количества квартир. И семьи, где две, три. Каким образом уменьшить пробки? Расширением улиц, расширением полос, строительством развязок невозможно это сделать. Мы, получается, создаем город для автомобилиста. Город, где будет загрязнение. Город, где будет огромное количество парковок, огромное количество автомобилей. Это все ухудшает нашу с вами экологию. Мы должны изменить свой менталитет, изменить логику. Это тяжело. Это я говорю тоже как автомобилист. Это тяжело изменить. Но если мы не изменим, мы утонем вот в этих выхлопных газах. И заключается в следующем. Отказаться от автомобиля в пользу развития общественного транспорта. А развитие общественного транспорта возможно при некоторых условиях. Первое. Это выделена линия для общественного транспорта. То есть представьте себе, если вы приезжаете на работу, а у нас огромное количество кишиневцев, которые приезжают на работу утром, а уезжают вечером. У них нет необходимости использовать автомобиль в течение дня. Это огромное количество таких, кто работает на государственной службе, на муниципальной службе, в частных структурах. Не важно. Такое количество людей большое количество. И представьте себе, если для человека создать условия, когда он на общественном транспорте комфортно, раз, быстро, два, безопасно и удобно доберется от места проживания до места работы, а вечером он также быстро, комфортно и безопасно вернется обратно, у него будет стимул отказаться от личного автомобиля в рабочие дни. На выходные, да, он может за город поехать на личном автомобиле. Соответственно, большое количество автомобилей останется дома. Соответственно, этих автомобилей будет меньше в городе. Это как стимулирующий фактор. Как репрессивный фактор должны быть такие условия, как запрет парковок на таких улицах, как Штефан Чалмаре. Вот тот бред, что внедрил Киртуак, разместив парковки вдоль Штефана Чалмаре, вдоль всего проспекта. И мы видим, ну, возле ЦУМа, мы видим напротив Примарии, возле главпочтампа. То есть сейчас там ни пройти, ни проехать. Велосипедную дорожку они сделали так, что невозможно проехать. Там чисто символической краской намазали движение. Ну, совершенно. То есть саму тропинку сделали для якобы велодорожки, но на самом деле там невозможно проехать. Вот если бы это общественное пространство должно было использоваться для людей, можно было сделать отдельную велодорожку, можно было сделать красивые клумбы, но запретить парковки. Раз. Парковки можно разрешить в центральной части города на сопутствующих улицах, второстепенных улицах, которые не являются главными или не являются транзитными улицами сквозь район. Потому что когда разрешаешь парковку на транзитной улице, кто-то обязательно встанет боком и непонятно каким образом. Так что заблокируют полностью движение, пропускная способность улицы, она полностью уничтожается. И в итоге у нас опять пробка. То есть есть ряд предложений, которые в принципе универсальны для любого города мира, независимо от размеров и так далее. Вот в Москве они поступили таким образом. Улица Тверская, в которой было 4 полосы, они уменьшили до 2 полос. И то пространство, которое осталось, она сейчас пешеходная зона, и там получаешь наслаждение. Вот вроде бы я задал вопрос, вот я специально Яну Геллу, я восхищен его успехами. Это действительно счастливый человек, я ему высказал это, который видит результаты своей работы, и эти результаты приносят счастье людям. В начале работ, так получилось, я вызывал такси в Москве, мы опаздывали на мероприятие, урманистический форум. Я задал вопрос таксисту, говорю, как вам эти преобразования? Он говорит, ну какой идиот придумал уменьшить количество полос в движении, ну это же пробки, ну это же так далее, так далее. Через год задав такой же вопрос, люди сказали, да нет, нормально, все, никаких пробок. Наоборот, меньше стало. И они не понимают, а как меньше стало? А все очень просто, меньше стало за счет того, что люди чаще стали пользоваться общественным транспортом. Соответственно, общественного транспорта получилась больше пассажиропотока. Больше пассажиропотока, это больший бюджет, это возможность купить более комфортный транспорт. То есть все постепенно развивается. Но самое главное, этот человек, я вам сказал, его, знаете, кто ненавидит? Его ненавидят фармацетические компании, его ненавидят компании, которые торгуют машинами, топливом. Почему? Потому что люди пересаживаются с автомобилей на велосипеды. Да, становятся здоровыми. Велосипедисты, это человек, который не потребляет рекламу, как правило, не покупает топливо, и ему не нужен автомобилист. То есть он вот такой вред. Но в целом это польза для общества. Зеленое пространство, игровые площадки, все должно быть комфортно. Зеленые зоны между собой должны быть соединены. И у нас город, он таким образом расположен, что это возможно сделать. Вот у нас есть Дендрарий, есть Комсомольское озеро, Валя-Морилур. Оно обязательно должно быть соединено. Те люди, которые гуляют на Комсомольском озере, они должны иметь подземный туннель или надземный мост какой-то. То есть это уже вопрос дискуссии с жителями и возможности бюджета муниципи Кишинева, либо каких-то спонсоров. Давайте разместим его рекламу, пусть он за свой счет это построит. Нет проблем. Из Центрального парка у нас есть через пешеходную улицу на бывший проспект Молодежи. То есть абсолютно с пешком можно проходить до цирка. А дальше что? А дальше необходимо придумывать, как выходить на Московский проспект и Афганский парк. И дальше на Рыжкановский парк. То есть у нас практически все зоны города могут быть соединены велодорожками и пешеходными зонами. И стимулировать людей отказаться от личного транспорта. Вот тогда у нас будет комфортная зона, тогда вам будет приятно проживать в этом городе. А самое главное безопасно, будет меньше автомобилей. Прекрасный подход. И я вот слушая вас понимал, что с подобным я сталкивался вот в тех же европейских столицах, когда можно было при наличии определенного количества свободного времени пешим образом абсолютно, так сказать, самому себе соорганизовать такую прогулку по городу. Не важно, что это. Париж, Брюссель, Прага. И ты понимаешь, что вот ты идешь из сквера в сквер, ты двигаешься по каким-то очень широким пешеходным зонам и ориентируешься легко. А важно что? Когда ты ходишь пешком по городу, путешествуешь по городу, в связи с тем, что преимущество пешеходу, то есть создан на перекрестках условия для комфортного передвижения пешехода, а не автолюбителя. Это может быть кощунственно звучит для автолюбителей, но нам необходимо ломать эти стереотипы, потому что наше здоровье, даже автолюбитель, когда он стоит в пробке, он дышит этими же выхлопными газами. И пешеходные переходы должны быть безопасными не для автомобилиста, а должны быть безопасными для пешехода. Должны быть такие созданные условия, чтобы автомобилист вынужден был пропускать пешеходов в специальные препятствия, в специальное ограничение скорости. Тогда пешеходу будет комфортно. Да, согласен. Но вот из того, что было рассказано Яном Гейловым, что хотелось взять на вооружение уже на первом этапе осваивания этой идеи. Город для человека. Знаете, я задал ему, так как в зале, кстати, он давал две лекции, ну грубо говоря. Одну в политехе, в архитектурном факультете. Я не смог присутствовать, это было утром заседание, у нас рабочие моменты были. И в два часа он был в зале заседания муниципального совета. Было большое количество сотрудников в муниципе, архитектуры. Главный архитектор был, исполняющий обязанности экс-директора Юнфиноса, я не заметил. Как и других канцелиеров, к сожалению. Я ему задал один главный вопрос. Сколько необходимо времени, чтобы сломать такую идеологию и внедрить в эту политику для жителя? Он заявил, к примеру, некоторым городам понадобилось 50 лет, а некоторым городам 5 лет. И самый главный фактор, вот жители должны это усвоить, понять, это, ну в основном, это вот усвоить и понять, это проявляется на выборах. Самый главный фактор, почему не 50 лет, а 5 лет, вот он привел пример Москвы, это политическое воле руководства. Снизу автолюбителю, ну ты едешь на машине, у тебя там есть возможность, ну не очень хочется и так далее, и так далее. Когда сверху политика, говорят, ребята, у нас пешеход, у нас ребенок, у нас женщина на каблуках, у нас велосипедист сначала идет, потом будет автолюбитель и будут создавать условия наоборот, чтобы ты оставил машину дома. Имеешь машину, плати за нее дороже, плати парковку за дороже, плати налог дороже. Во всем мире идут именно через эту политику, но тогда комфортно всем, в том числе и тому же автолюбителю за счет улучшения экологии в своем городе и соответственно красоты. Увеличиваться зелень и тогда удобнее город, безопаснее становится. Принуждение к здоровому образу жизни. Совершенно верно. Через политическую волю. Но должна быть, а, тот политик, тот городоначальный, который будет возглавлять город, он должен быть обладать этой логикой. Обладать этим менталитетом, обладать этой мыслью и должен быть, а, знать, как внедрить, и, б, иметь политическую силу, волю и политическую волю внедрять этот момент. А не так, как у нас Киртуака 10 лет пытался из европейского города, из Кишинева сделать европейский город. Кстати, если бы он 10 лет... Но именно это и поддерживалось тогда Мунсоветом, именно то, что ему хотелось. Я хочу сказать, знаете, какую идею сказать? Вот если бы Киртуака за 10 лет сделал то, что он обещал, сторонников унили было бы, ну, раз в 10 больше, это точно. А он просто, ну, показал, кто они есть на самом деле. Понятно, что от обещания до выполнения, как говорится, ну, в общем-то, не одна река. Но, тем не менее, вот много сегодня говорится о том, как в последние зимние дни показали, в каком состоянии находится столица, ее дорожное покрытие, работа муниципальных предприятий. Обильный снегопад настолько сузил жизненное пространство кишиневцев, ведь принято считать, что у нас где-то порядка, ну, не знаю, 20% территории отдана пешеходам, людям, которые вот передвигаются по городу пешком. Но снегопад сразу сузил это пространство в разы. Мало того, он создал зону небезопасности на наших тротуарах. Мои коллеги делали репортаж. И вот, кстати, к сожалению, говорю о том, что среди пострадавших от этого гололеда есть и работники телеканала. И на себе прочувствовали, в общем, всю тягость жизни кишиневца. Вот ваш анализ, вот почему не удалось в очередной раз избежать того, что мы уже таким сарказмом часто говорим, ну, вот снова зима, снова со своими сюрпризами. Вот мы, как всегда, не готовы. Зима, как всегда, наступила нежданно. Ну, давайте будем объективны. Стихия есть стихия. То есть, когда выпадает одновременно огромное количество снега, любой город мира, с нему непросто справиться с этим ненастьем. Но, когда городские службы отчетливо работают, когда каждый руководитель знает о том, что он не должен заносить вышестоящему начальнику, либо думать об откатах или как провести тендер, чтобы на нем заработать, как было 10 лет. Какая может быть дисциплина после этого? Вот 10 лет нам показали о том, что вот эти все кучи, они не убирались. Сейчас у нас что показывается? Те 10 лет негативного опыта, они складываются и на нынешний период. Нынешний период, и мы предупреждали на кампании по референдуму, он будет отличаться, скажем так, чрезвычайными акциями, огромным количеством различных мероприятий по пиару. Необходимо было показывать пиар. Да, человек с чем-то справился, с чем-то не справился. Но насколько качественно, насколько серьезно, насколько глубоко человек проникся вот работой на посту городоначальника, повторюсь, мы не считаем этого человека, экс-директор Юниенфеноса Сильверадо, законно находящийся на этом посту, насколько она прониклась, искренне желает этому городу добра, мы не знаем. Мы знаем о том, что человек, который в Юниенфеноса получал зарплату 427 тысяч лев в месяц, 20 тысяч евро в месяц, человек согласился занять временно пост исполняющего обязанности генерального примара, опять же, незаконно, обманом, под формулировкой «меня попросили». Вот кто из-за какой суммы попросили, мы можем только догадываться. Можно озвучить оклад, который сейчас на официальном. Ну, 20 тысяч евро в месяц человек до сих пор получал. Да, в Юниенфеносе получал. А сколько сегодня, мы это не знаем цифру и не знаем, если будет. Официально окладно, насколько я помню, где-то порядка 7 или 8 тысяч. Около 9 тысяч у генерального примара зарплата. Вопрос не в этом. Это чистка снега, уборка улиц. Это ежедневно, знаете, как чистить зубы. Вот ты проснулся, у тебя не возникает вопрос, блин, это ж я герой, я почистил зубы. Я неожиданно проснулся, а что делать? Это абсолютно естественно, абсолютно необходимое и разумное действие заниматься своими обязанностями. Вот город должен, вот исполняющий обязанности чиновники, там, экс-друппа, управление транспортом, они обязаны этим заниматься, это их работа, они за это деньги получают. И они должны были готовы изначально. У нас показатель о том, что многие службы были не готовы. Мы, как муниципальные советники, мы чем могли, помогли. К примеру, наши канцелиеры участвовали, ну, мы больше занимались социальными обязательствами, помогали людям социальными выплатами, пенсионерам обеспечения квоты на горячую воду и отопление, слуховые аппараты, огромные, то есть практически все социальные пособия и социальные выплаты в муниципе, это благодаря фракции социалистов сделаны. Но, тем не менее, по нашему требованию, и каждый год, мы получили мандат в августе 2015 года, каждый год бюджет принимался в середине года, то есть на 2016 год бюджет принялся в середине 2016. В 2017 году бюджет был принят в июне. И вот впервые, когда на 2018 год бюджет был принят, с небольшим, там, 10 дней опоздания, но, тем не менее, 22 декабря 2017 года был принят бюджет на 2018. То есть все службы имели возможность провести заранее тандера на закупку соли, техники, комплектующих. Все, что необходимо для работы, мы предоставили Нате, пожалуйста, у вас есть возможность это все делать, потому что деньги выделены. И задача была просто исполнять, а не пиариться на этих акциях. Раз мы заговорили уже о Сильве Раду, вот в ленте новостей пробежала такая информация. Открывая спортзал, построенный на муниципальные, на бюджетные деньги, и, так сказать, объявляя об этом, наш исполняющий обязанности генпримара, она это все сделала, украсив себя ленточкой, вот, знаком униониста. И я, что обращаю внимание, 5 миллионов леев, которые были выделены на этот спортзал, заложены были, предусмотрены эти деньги в бюджете, ведь они появились, были предусмотрены при активном участии вашей фракции. То есть ваши коллеги добивались, чтобы это все, ну, состоялось. И, тем не менее, исполняющая обязанности городначальника, она продолжила вот эту вот череду пиара. И здесь пропиарилась, но вот с таким душком, ну, акцентом, если хотите, унионистского характера. Вот как к этому относиться, на ваш взгляд? То есть насколько это корректно по отношению к своим же, ну, не знаю, кишиневцам, тем людям, которые тоже испытывают самые разные политические взгляды, по-разному относятся и к этому событию в униоре? Я думаю, что большинство, я уверен, что большинство далеко не унионисты. Все опросы показывают, сколько там, какое мизерное количество людей, какой небольшой процент наших с вами сограждан согласны принять эту идею, жить с ней дальше. Вы знаете, мне иногда кажется, вот Дарин Киртуако, не ДМР, потому что за 10 лет ДМР так и не дорос, я его всегда так называю, он так и не смог стать нормальным мужчиной и градостроителем. Вот Дарин Киртуако ушел, пришла экс-директор Юния Инфиноса, но абсолютно ничего не поменялось. У Нири как была, так они пытаются ее продвигать. Это говорит о закомплексованности этой власти, это говорит о том, что эта власть не самостоятельна в своих выборах. Более того, они поощряют и внедряют вот это антигосударственное и антикоституционное движение унионизма. Я понимаю, что это действительно делал Дарин Киртуако, у которой есть фракция в 17 советников в муниципальном совете, которые также голосуют, либо не голосуют за бюджеты, за какие-то поправки. И если бы они предложили эти деньги на 5 миллионов на реставрацию этого спортзала, они бы еще могли говорить, вот нам. И он за счет чего городоначальник, у которого есть представитель в муниципальном совете, мог бы на этом пиариться. Но человек, который недавно пришел, 6 ноября, незаконно был назначен на пост городоначальника, пиарится, благодаря тому, что мы, советники, одобрили для спорта, мы не для унионизма, мы для спорта выделили деньги для развития спорта. И с ленточкой «Унирия». О чем говорить, когда госпожа Сильвераду, вот диспозиция, разрешение, вот за ее подписью, печатью, разрешение проведения вот этого идиотского собрания «Унирия» на главной площади, вплоть до того, что эту площадь помыли. То есть остальной вот рядом парк, который парк Победы, парк Пушкина, ну вот все знают, вот по таким названиям, находится в сугробах, вот, а Штефана Челмаре, то есть площадь Великого национального собрания, почистили, подмели, чуть ли не помыли, щеточками помыли, для того, чтобы вот эти топтали своими грязными сапогами нашу землю. Понимаете? И причем кто здесь? Вот организация «Ноодрябте», знаете, вот националистическая, крайне шовинистическая организация, которая ненавидит молдаван, которая призывает, считает себя наследниками Антонеску, кстати, там стояли с растяжкой Антонеску, Антонеску, который уничтожил в 41-45 год, 44-й год, когда до освобождения Молдавии было уничтожено более 300 тысяч евреев, расстреляно было здесь, не считая погибших за освобождение и при отступлении Красной Армии. Более 50 тысяч цыган были расстреляны, гагаузов и других. Гетто, которое у нас находилось в центральном, ниже центрального, и вот «Ноодрябте», который считает себя поклонниками и продолжателями, последователями вот этого Антонеску, они топчут на нашу землю. Ну, это что такое, ребята? Мы подметаем ее, так услуживаем. Я понимаю, я все понимаю, вот они, вот две сестры, вот исполняющие обязанности экс-директора Юния Феноса с примаршей, примаром Бухареста, они встречались, потом примар Бухареста приезжал сюда, пожалуйста, то есть межгородское, межмуниципальное сотрудничество никто не отменял, какая бы эта страна ни была. И есть примеры, когда сотрудничают, к примеру, Бельцы и Нижний Новгород. Вот тут недавно была делегация из Нижнего Новгорода, мы встречались с ребятами, общались. Пожалуйста, сотрудничайте. Но не надо сотрудничать, когда вот, кстати, Андрей Анастаса с Майя Сандо, вот они были по румынским городам, и Майя Сандо с Андреем Анастасом, Чеботарем, они еще не объявили о том, что, видимо, будут поддерживать Андрей Анастаса на выборах, посмотрим. Они заключили соглашение о том, что румынские города будут, понимаете, они не заключили соглашение, давайте мы, молдавские города, покажем, как действительно надо управлять городом, как должно быть эффективно, а не поступать наоборот. Вот как поступал 10 лет Дарин Киртуака, надо уничтожить, надо затоптать в грязь наш город, для чего? Для того, чтобы потом сказать, видите, как плохо живется в нашем городе, давайте уйдем в Румынию, продадимся в Румынию. Так мы живем плохо не потому, что мы не продались в Румынии, а потому что ты, придурок, управлять не можешь, понимаете, в чем дело? И вот у нас происходит и на уровне города, и на уровне республики, вот именно такое. Украли миллиард, цены на газ повысили, хотя цена в долларах упала, то есть ограбят народа, потом говорят, вы плохо живете, а давайте сделаем Униюю, потому что, видите ли, замечательно. А мы плохо живем не потому, что мы такие плохие или не умеем работать, все знают, что молдаване трудолюбивый народ, а мы живем плохо потому, что вы, придурки, простите за выражение, правительство такое, руководство такое. И когда мы видим диспозицию, подписывают 23 марта, подписано на 25 число, чтобы эти проводили там Униюю, хотя были, и мы видели, поймали каких-то ребят о провокациях, это мероприятие могли провести в другом месте. Именно на этой площади была объявлена независимость Республики Молдавии. Причем здесь участвовали и ассоциация ветеранов и пенсионеров Министерства внутренних дел, участников конфликта в Приднестровье, которые всегда, тряся орденами, говорили, мы отстояли независимость, и вы же ее продаете, эту независимость. Вот я не понимаю, когда вы были честны, когда вы воевали за независимость Республики Молдавии, или когда вы сейчас продаете эту республику, вы для этого воевали? Вот для этого гибли наши люди. Вот абсурдность политики в этом заключается. Дарин Киртуака ушел, этот человек пришел, а ничего не поменялось. Вот нам заявили, что мы сегодня узнали, вот, кстати, информация на сайте Кишинэ МД. По поводу музыканта в группе «Ля Гараж» под руководством Дарина Киртуаки, это тот молодой человек, господин Фляж, который бутылочками подстукивал, когда Дарин Киртуака дисками тормозными, вот. Оказывается, он продолжает работать в управлении образования, заместитель начальника управления образования. А нам говорили о том, что его уволили. Господин Молдавану, которого вроде бы сократили, которого вроде бы уволили, оказывается, продолжает свой функционировать, понимаете? В качестве исполняющей обязанности. В качестве исполняющей обязанности госпожа Куля, в которой два года находится, и мы все, жители, оплачивали через налоги, оплачивали два года. Два года человек находился в командировке, управляющей управлением культуры. Оказывается, она продолжает исполнять обязанности. Даже претер Чикан, который недавно, тоже было заявление о том, что в связи с грязью и неисполнением обязанности была уволена, продолжает находиться на своем рабочем месте. Так, ребят, а что поменялось? А ничего не поменялось. Делаются мелкие шажочки, для того, чтобы показать, вы видите, как эффективно распоряжается. Вот мы снег убрали, повесьте нам медаль. А крупные стройки, к сожалению, как строились, так и строятся. Как предлагались, выписывались авторизации, так и не выписываются. Понимаете? Вот мы сейчас знаем о том, что, к сожалению, вот, прямо касса правительства, вот сейчас будет в городе несколько мегаогромных проектов, мегастроек. Вот я хочу о том, чтобы жители это знали. Знаете, предоставление, вот я сам сын, мой отец пенсионер, майор уголовного розыска, вот честный мент, вот как он вышел, у него как был китель на пенсии, вот он так и вышел в этом же кителе и с 412-м москвичом, который получил в 90-м году. Он с этим же москвичом вышел на пенсию. И предоставление квартир сотрудникам МВД или сотрудникам МЧС, пожарникам, это хорошо. Строительство квартир, это замечательно. Военнослужащим это замечательно, но, ребята, строить нужно так, чтобы не обосрать все остальное вокруг и не мешать всем остальным жителям. Так нужно строить. К примеру, мы видим информацию в средствах массовой информации на Тестемица, ну, 31, выше РКБ, военная часть Карабинеров. Вот там будет построено 37 жилых блоков, 3000 квартир. А никто не говорит о том, что именно по этой территории части должно было проходить соединение улицы Короленко с улицей Индепенденции, бывшее воссоединение. А Малая Малина, ну там же невозможно уже. Ну сколько можно там? Там она вся как муравейник. Там РКБ, комплекс этого Денсиконса, ДНД, диагностический центр. Ниже 15-16 этажных зданий строится. А никто не говорит, что, ребята, а как оттуда машины все выезжать будут? На Василий Лупу сейчас 10 гектаров земельного участка будет строиться огромный жилой комплекс. Ребята, о развязке вы подумали? О развязках они потом, пусть жители беспокоятся. Понимаете? Им важно сейчас, причем главный критерий предоставления, мы не знаем, как тендера там проводятся, но самый главный критерий, это чтобы застройщик сейчас, до строительства, мог, да, ключики, чтобы правительство и примарша могли пропиариться на предоставление ключиков. А что этот военнослужащий, или сотрудник правоохранительных органов, либо пожарник, потом он жить там не сможет, потому что парковаться негде, неудобно или построено неправильно, это никого не волнует. Вот главный сейминутный пиар. Это вот к тому вопросу о наличии идеологии, градостроительства и урбанизма, когда человек должен любить свой город и должен понимать, как сделать из этого города так, чтобы в нем было комфортно, безопасно и удобно проживать. Получается, что же тогда власти любят наши? Деньги. Деньги. Если человек получает 20 тысяч евро, зарплату получал, вы думаете, что человек что-то другое, вот вдруг человек стал меценатом, вдруг человек стал, вот знаете, вот я 5 лет буду бесплатно работать. Наступило раскаяние. Ну, понятно. Ну, вот если уже говорить о деньгах, ведь смотрите, ваш комментарий, желание премьер-министра Павла Филиппа и правительства в целом освоить 100 миллионов евро или что-то в этом роде говорилось. Вот в этой ситуации, как избежать доминирования деньги любой ценой? Это не вопрос инвестирования, это знаменитая компания Кауфланд. У меня своеобразное отношение, ну, не только к этой компании. Меня интересует не само название или происхождение капитала. Меня интересует, когда компания всеми силами, и премьер-министр в частности, хвалится о том, что данная компания инвестирует 100 миллионов долларов в экономику. Ну, во-первых, супермаркеты, это не является инвестицией, то есть они не производят, они не дают нам прибавочную стоимость, потом вот как производство. Если бы построили завод, который производили бы здесь продукцию, а не как у нас людей обманывают, и вот хлопают вадошь, разрезают ленточки, когда очередная компания открывает завод по сборке проводки. Ребята, сборка проводки, есть ничто иное, как эксплуатация наших молдавских рук. Все. Самый дешевый способ. Только потому, что эту проводку нельзя сделать роботами. Вот и все. Ничего здесь нет. То есть, молдаване будут получать 200, 300, 400 евро, дай бог, то есть в среднюю зарплату около 6 тысяч лев в этих компаниях, только потому, что нельзя поставить робота. И когда это подешевеет, они пошлют это китайцам, китайцы это дешевле собирают. Почему это перенесли с Румынии, с Болгарией? Потому что румыны стали просить чуть больше зарплату. Вот и все. Ничего здесь нет. Но мы на этом не зарабатываем. Эта проводка не дает нам прибавочной стоимости. Это давальческое сырье. Дали сырье, переработали, собрали, отправили обратно. Точно так же супермаркеты. Они ничего не производят. Наоборот, они сюда будут импортировать продукцию, для того, чтобы мы покупали, закрывая собственное производство. Но вопрос не в этом. Вопрос в градостроительстве. На улице Дичубал с Зайлатом будет построен гипермаркет. Рядом с гипермаркетом вместо бывших завод Сигнала и завода Сигма, которые уже снесены, будет 38 многоэтажных зданий. На улице Дичубал у угла Зелинского они по пузу решили поставить круг. Понимаете, вот более идиотское решение, причем это бывший главный архитектор предлагает такое решение. Нельзя ставить круги в таких местах. Это любой студент архитектурного и градостроительного факультета вам расскажет. Но Мадырки, бывший главный архитектор, ему заплатили деньги, ему плевать, что будет с этим городом, потому что он сегодня заработал. Ему плевать о том, что на улице Сармеджитуза и улице Зелинского будет вечная пробка, потому что выезжать машинам некуда. Хотите разместить? Пожалуйста, предлагайте решение. Какое решение? Есть очень простое решение, которое давно предусмотрено в генеральном плане и давно предусмотрено в комплексной транспортной схеме. Это строительство, развязки. Это очень дорогое удовольствие. Но, ребята, вы богатая компания? Богатая компания. Хотите магазин? Хотите. Хотите здесь? Пожалуйста, выполните это условие. Какое? Постройте улицу Куза Вода через улицу Манчешская, через железнодорожные переезды переезды в сторону и соедините Смирча и Шелбатрын. Вот это решит полностью все проблемы. То есть те люди, которые хотят попасть из Ботаники на Рашкановку, они не будут обезжать через центр. Будут обезжать на район. Они через, грубо говоря, будущий Веодук номер 2, через улицу Куза Вода, они спокойны. Там будут дополнительные развязки. Кто хочет на Рашкановку вместо Чикан, там по Кольцевой спускаются спокойно на Рашкановке. Все. Центр разгружен. ЖД вокзал разгружен. Вот что нужно делать. Они сносят Дом культуры. Понимаете, вот нам Дом культуры не нужен. Вот нам не нужны кружки. Хора, пения, вязания. Чем там, там, дяди, многие кружки были в Доме культуры профсоюзов на улице Киевская. Нам Дом культуры не нужен. Надо его снести и построить очередной гипермаркет. А вместо рынка Алешина будет 3 этажа торгового центра плюс 15 этажей сверху. Говорить о том, что улица Богдан-Войвод, бывшая Алешина, будет перенагружена, там будет постоянно пробка, в том числе из этого идиотского круга, который поставил Киртуака на московском улице Олегу Руссо. Это абсолютно очевидно. Но об этом никто не думает. Об этом не хочет рассуждать экс-директор Юнин Феносы. Об этом не хочет рассуждать главный архитектор, который боится слова сказать сейчас. Об этом, потому что я не знаю, почему он боится. Хотя ты главный архитектор. А здесь элементарные вещи. Есть объект крупного транспортной притягательности. Создай условия, чтобы он не мешал окружающему движению. Если ты создаешь такие условия, да мне пофигу, какой это Кауфландо Дедеман или так далее, мне абсолютно без разницы, кто ты и откуда. Хочешь поставить именно здесь, создая условия так, чтобы не мешать никому. Желает Дедеман снести бывший Ишкош, акционерное общество, здание акционерное общество Пели и построить именно там супермаркет. Нет проблем. Но создая условия, построить транспортную развязку вокруг табачки, так, чтобы жителям города не мешать. И строить себе хоть три магазина друг на друга. Мне все равно. Главное, чтобы было удобно и комфортно жителям города. Но они этого же не делают. Они через взятки, через давление давят на администрацию власти для того, чтобы получить разрешение. И вот у нас, сейчас посмотрим в ближайшие... Что будет на улице Дичибал? Ну, к сожалению, улица Зелинска, вот эти красивые каштаны, будут снесены. Да, хотелось бы затронуть еще такую тему, как проблемы в свете, произошедшего в Российской Федерации. Насколько готово. Наши журналисты этим довольно активно занимаются в последнее время. Но я... Вот нашу с вами беседу переведу в такую вот тоже довольно, будем говорить, эмоциональную сферу. Не так давно по звонку, по приглашению телезрителя наша группа выехала, так сказать, увидеть своими глазами, что происходит в квартире одной из жительниц Кишинева. А именно, эта квартира находится на последнем этаже многоэтажного станя. И, соответственно, есть проблемы, связанные с тем, что таяние снегов на крыше этой многоэтажки приводит... фактически уничтожает эту квартиру, приводит ее в аварийное состояние. Вот, если режиссер готов, то я предлагаю нашим телезрителям посмотреть этот материал моих коллег. Пожалуйста, внимание на экран. Прогноз погоды о приближающихся осадках для Ларисы Ваховски значит только одно. Снова пора запасаться тазиками и другими емкостями для воды. Потому что после каждого дождя или снега жизнь этой женщины превращается в кошмар. Из-за того, что крыша над ее головой давно обветшала за те 43 года существования, ей в буквальном смысле приходится вычерпывать из своего дома воду. У нас эта проблема уже много лет, потому что жилищная эксплуатационная контора никогда не делала ремонта. Дома 42-43 года и ни разу не делалось ремонта. Мы сделали своими силами ремонт. И соседи делали несколько лет назад. Затем я сделала. Теперь у нас та же проблема. В квартире Ваховских это не первая аварийная ситуация из-за потопа. Однажды вода в доме уже вызвала короткое замыкание. Благо в тот день на месте были домочадцы, которые вовремя среагировали. На этом, правда, неприятности не закончились. 9 марта я приехала из села и схватилась за голову, когда увидела, что произошло в соседней комнате из-за воды. Мы поднялись по лестнице, взяли метлу, лопаты и начали на крыше вычерпывать воду. А сейчас я проснулась ночью, потому что здесь текла опять вода. Расставила тазики. Жильцы дома неоднократно обращались в муниципальное предприятие по управлению жилым фондом, но всегда выслушивали один и тот же ответ. Ремонта не ждите, денег нет. Я была у них и 9, и 10 марта, когда шел дождь очень сильный. Они сказали, что ничего не могут сделать. Действительно, если идет дождь, что они могут сделать? Ничего. Они сказали мне, что у них нет денег. А если мы хотим, можем сами купить материалы, и они отремонтируют. И вот я задала им вопрос, мне нужно сделать все с самого начала и строить в два слоя. И они сказали, что они не в силах этого сделать. Если нам нужному, можем спросить в другой компании, услуги которой обойдутся примерно в 40 тысяч леев. По словам жильцов, это не первая проблема, которую таким образом предложили решить в жилищно-эксплуатационном управлении. Александр, у меня что-то подсказывает, что это не единичный случай в нашей столице. Это не единичный случай. Это, к сожалению, показатель опять же предыдущей власти и нынешней власти, когда если ямка будет на Штефа на Чалмаре, к примеру, эту ямку быстро залатают, оближут, подлижут, посмотрят. Почему? Потому что эту ямку видит огромное количество людей. Проблема затекания крыши у этих людей это только проблема этих людей. Эту проблему никто не видит. Но даже если вы показали, люди это не чувствуют. Ямку эту чувствуют все. Вот именно поэтому возникают пиары чистения снега, латания дырок и так далее. Отсутствие денег на ремонт крыш это ущербная политика господина Киртуаки. Разворовывание денег и неправильное формирование показательной счетчика из-за этого мы должны термокому огромную сумму денег. Тот лей, который сейчас собирается на ремонт, эксплуатацию, содержание зданий с одного квадратного метра площадей, он не идет на содержание, эксплуатацию и ремонт площадей, квартир и так далее. Он идет на погашение судебных расходов и содержание того аппарата, той администрации, которая назначена термоэлектрикой вместо ЖЭКов, которые сейчас ликвидируются. То есть, что будет в будущем? Мы об этом говорили опять же, в период кампании по референдуму будут повышать тарифы. Сейчас перед выборами они вам этого не расскажут, но они потом обязательно будут, если они, не дай бог, придут к власти. Мы уже знаем их планы и идет подготовка к этому. Они принудительно заставят людей создать ассоциацию, скажут, у тебя течет крыша, это дорогой мил человек, это твои личные проблемы, потому что ты со собственник всего здания, вот скидывайтесь и чините крыши. А потом они, уважаемые господа, граждане, они заставят вас заключить договор с управляющей компанией, которую будет руководить кто-то из либералов или демократов, который будет обслуживать это здание, но вы будете платить уже не один лейс квадратного метра, а 10, 20, 30 леев, сколько им надо будет для содержания своего аппарата, для латания дыр и так далее. Вот что они будут делать. Мы согласны с созданием ассоциаций, кондоминиумов и так далее, но муниципи при передаче баланса здания на баланс кондоминиумов, ну, ничего плохого нет в том, что, допустим, если в доме 60 квартир и все они приватизированы, и люди говорят, а мы лучше будем администрировать это здание, чем в муниципии, дайте нам. Мы хотим создать ассоциацию, нет проблем, но мы муниципи, если это честно, правильно и по-человечески, мы должны передать здание как минимум в удовлетворительном состоянии, с нормальными коммуникациями, с хорошей крышей, с освещением в подъезде и с нормальным остеклением. И сказать, ребята, вот мы вам передали хорошее здание, будьте любезны содержать его в надлежащем состоянии, если что-то будет не так, это уже ваши действительно проблемы. Это будет честно и правильно, а не как поступать сейчас. скидывают людям на тебе, Боже, что нам не гоже называется, вот мы не можем тратить деньги, это же не видит персонально весь город. Вот какую-то ямочку на улице видят, их будут латать, пытаться что-то сделать. Ямочка на периферии, ее никто не будет делать, потому что ее никто не видит. Вот, к сожалению, сущность этой власти пиар ради всего. А необходимо входить в нужды и чайник любого гражданина, который проживает в муниципе, тогда это будет действительно эффективная власть. Александр, к сожалению, времени уже совсем не осталось. Я благодарю вас за эту встречу и за этот эмоциональный диалог. Спасибо, я надеюсь, я вам не надоел. Не надоели. Мы искренне разделяем всю эмоциональность вами высказного. Я проживаю в этом городе, и у меня две маленькие дочки живут в этом городе, мы любим этот город, и я хочу, чтобы мои дети выросли в этом городе. Для этого нужно заботиться о городе, и меня реально беспокоит, как к этому городу относятся. Я не понимаю, когда этот город кто-то руководит, но этот город не любит. А зачем ты руководишь им? Езжай, вы в Швейцарию, где-то там живешь, бизнес имеешь. Согласен, могу сам подтвердить, что да, вы член той команды, которая знает, как изменить жизнь в этом городе. Оставайтесь такими, а мы призываем наших зрителей оставаться с нами. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был муниципальный советник от партии социалистов Александр Одинцов. Следите за эфирами, будет интересно. Мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин